всем доброго вечера итак друзья мои хочу немного вас подбодрить поднять настроение в это нелегкое время то и было ли вообще в истории человечества легкое время особенно для нашей огромной страны мне кажется нет в любом случае жили живем и будем жить не назло кому-либо во имя себя своих детей и внуков теперь дорогие друзья хочу обсудить с вами включить обсудить объяснить где-то голосовые обычно голосовые я включаю в прямом эфире но сегодня сделаю исключение во первых потому что некогда вести прямой эфир мне иногда нужно будет отвлекаться потому как у меня бусику сделали опираться на вторую ножку и вот надо к нему подходить все время дать попить он двигаться не может пока только что точнее вчера привезли только недавно сделанные операции и надо следить постоянно дать кушать пить поднять его с места укрывать и так далее поэтому прямой эфир не получается таких условиях полевых военно полевых да но в любом случае хочу вам дать послушать и до того как начнем хочу сказать тем людям не просто отправили голосовые некоторые люди которые находятся в зоне военных действий и они отправили голосовые с тем как помогли им мои заговоры на защиту однако я еще кое-что покажу и проведу но сейчас речь не об этом хочу объявить вам у кого есть такие рассказы можете отправлять потому что меня спрашивали можно ли отправлять да можете отправлять мы потом сделаем отдельный эфир о том как помогли как кому помогли заговоры защитные прочие вот в этой ситуации потому что много рассказов много благодарности ну вот отправите и это будет для других тоже стимулом знаете таким потому что всегда это вдохновляет когда ты слышишь что у людей меняется это тебе дает некий так толчок и заставляет двигаться заставляет невзирая ни на что поверить в себя это же просить это же получать то что ты хочешь от судьбы и так давайте начнем голосовые некоторые голосовые их много вот какие успеют те и сейчас буду включать своим прослушаем я объясню где-то и прочее начнем уважаемые зрители верми на избы здравия всем хочу поделиться своей историей уважаемая инга работала со мною с моим случаем он был тяжелый по времени работала она долго 6 месяцев то был 2019 год февраль месяц интересно я первый раз слушаю вместе с вами кстати я их не слушаю до этого времени нет и и нет смысла лучше вместе с вами заодно и как бы я прокомментирую а так могу и забыть комментарий да бывают и случаи такие когда долго работаешь потому что тяжелые моменты у всех по-разному но я всегда говорю мы будем работать до победного у меня нет таких с такого срока вот от сих до сих получилось не меня не интересует нет мы работаем столько сколько надо так слушаем на работе у меня была травля и издевательство сплетни работа была очень нужна сейчас расскажу о ритуалах которые я проводила там наверно не слышно просто ветер скорее всего это был кайрос счастливый случай рука спасения друзья мои я на секунду еще раз отвлеку ваше внимание я для чего включаю чтобы вы у себя наметили вот у вас похожая ситуация вот человеку помогли эти работы вот вот эти названия даже люди называют просто наберите найдите а текст вы можете найти нам на моем сайте просто набирайте вот например кайрос до подарить счастливый случай ведьмина изба выходят и ролики этого ритуала и текст на моем сайте что еще нужно делать как еще разжевать я не знаю слушаем судьба откроет дорогу три дня я его проводила и конечно же помощь нашей уважаемой инге насколько изменилась ситуация это было просто невероятно убрали мою начальницу а далее мою напарницу кто интригами занимался вот это было диво люди скажу вам инга это настоящий друг дальше церковь давно сделала раскрещивание туда больше ни ногой начитываю ритуалы древним богам это невероятная сила и помощь далее чистки делаю огромное количество всякие а в результате что было со мной вы знаете я попала в больницу лежала неделю скрылись скрытые болезни огромный холестерин и начала сахарного диабета стоп вот здесь тоже скажу вам иногда люди например после чисток могут у них могут вот эти закрытые скрытые болячки вдруг открыться не надо пугаться это к лучшему это наоборот хорошо потому что вы могли об этом не узнать и узнали бы тогда когда уже случай запущены понимаете поэтому боятся того что после чисток вышли они не нужно наоборот чистка выводит наружу что вы это вылечили и чтобы это потом ну не аукнулась вам в плохом понимание этого слова провела ритуал от сахарного диабета с белым полотенцем поверьте болезнь отступила все прошло и соблюдала рекомендации врачей и приема лекарств хорестерина теперь совсем нету сахар у меня 45 все ушло ритуал из фортуны делаю регулярно чистки делаю водой так как я водолей мне хорошо помогает дальше соляной стул чистка гаити кофейная чистка и многие другие заговоры от врагов делаю хорошо помогает заговоры с камнем там где надо начитывать на глаз который делаешь свечою люблю очень чистки на белого сиять ритуалы на белого сиятельного льва который с печенью откуп я царь саванны это тоже льву львиная сила защита волка золотой телец все в дураках а я при деньгах на деньги делаю тоже много счастливый пятак заговор на паспорт ключ откроет двери судьбы ключ в анант и екатерине великой ожерелье богатство горшочек богатство и люблю делать те что шубой ритуалы на деньги и сегодня встретился опять мне такой случай с препятствием на работе закрывали мой офис сокращали людей начитала я обращение кицуне вопрос решился довольно быстро мне нашлось место работаю теперь в центре москвы и прежний сотрудник ушла а мне дали еще и повышение так что этот ритуал кицуне люди хвалят и не зря работает он сразу кицуне помогает вам хитро умно выйти из любой ситуации некоторые даже татуировку себе сделали кицуне вот настолько она помогает делать надо действовать никогда не плачьте не нервничайте эмоции не эмоции они сразу поглощают разум холодный разум сразу берете просто просто проводите действуйте хладнокровно вот человек могла впасть панику все сокращают закрывают все конец что делать куда бежать она взяла и просто начала проводить она просто начала просить там же много чего не надо там же не надо миллиарды тратить чтоб там столы накрывать не знаю икру заморскую покупать нет элементарные вещи там есть очень много работ даже без ничего без алтарей можно проводить слушаем дальше очень благодарна уважаемой инге и яночке конечно тоже силы дают мне знак и я его понимаю значит надо почти начитывать по новой дальше чтобы они мне помогали а ритуалы они любят слушаю когда я начитываю и откупаюсь конечно я им обязательно слух и мысленно благодарю фортуну и силы и богов каждый день и час моей жизни здоровья всех благ долголетия и процветания уважаемая инга рада что моя жизнь приобрела яркие краски и спокойствие с уверенностью в завтрашнем дне зрители уважаемые делайте выводы здесь есть огромная помощь она дала из дана избранным если вы с ингой значит вы избранные еще раз благодарю друга моего это ингу и яночку тоже я сама вам говорила что я вам друг и что даже если я заканчиваю с вами работу а это нужно заканчивать нельзя вечно вечно проводить нужно когда уже есть результат нужно обязательно заканчивать закрывать работу закрывать не значит все идите куда нет закрывать это значит открыть дороги судьбы дальше уже у человека удачная жизнь даже невзирая на это в любом случае каждый человек может ко мне прийти спросить совета еще раз не важно я работал с этим человеком нет я всегда объясню если если это адекватные нормальные вопросы которые ну собственно говоря имеют место быть и так продолжим друзья здравствуйте еще раз хочу в завершение своего ролика добавить одну вещь все таки встретила я своего друга с которым я иду по жизни и я очень довольна делайте ритуалы большая благодарность инге яночке еще раз и вам благодарность за честность за то что вы поделились своей историей и добрый вечер уважаемая инга яна все гости и подписчики нашей дорогой избы нашего дома хочу поделиться своими не впечатлениями нет а своей историей мое знакомство с ингой с каналом с этими знаниями состоялось около года назад конечно же это был болезненный острый период в который человек бросается во все тяжкие в поисках спасения выхода до встречи с ингой я прошла огромное количество так называемых людей называющих себя магами обещающими помощь и прочее это был длинный путь и несколько месяцев как бы работы когда ты заплатил дальше все замолчали примерно два три месяца тишины и результат в той же нулевой точке а иногда может быть даже и хуже я прошла всех многих из тех кого вы знаете случайно уже в некотором отчаянии я попала на канал инге и то отчаянное положение в котором я находилась с точки зрения эмоционального фона отношений к себе отношения к себе я просто лежала и слушала сначала механически потом я поняла понимать что что-то начинает во мне откликаться я решилась написать и в первый раз инга мне отказала и это было совершенно справедливо потому что я действительно очень мало понимала о человеке к которому обращаюсь и о том чего я сама на самом деле хочу вот когда я отказываю людям не нужно сразу малодушно ходить по всяким дерьмогруппам лить на мне дерьмо потому что я отказала не нужно говорить что я людей ненавижу я мщу кому-то и прочее прочее я отказываю потому что я вижу что человек еще не знает что он хочет он не понимает куда он попал с кем имеет дело он не понимает что есть огромное количество работ которые могут ему по крайней мере сейчас помочь стать толчком чтобы в дальнейшем он потом пришел и что не обязательно мне платить деньги для того чтобы у нее там продалась квартира или купилась машина что я уже помогла я объясняю что понимая что огромное количество людей нужна будет помощь я всем помочь не смогу я именно поэтому дарила и дарю эти работы чтобы большая аудитория сразу взяла на заметку себя сохранила и пользовалась чем каждому человеку отдельно сидеть и диктовать вот пиши так сделай вот так и когда человек приходит не понимая куда он попал зачем я говорю сначала изучите мой канал и сто раз говорю пока несколько месяцев не изучите мой канал ко мне не подходите не потому что у меня ненависть и надменность а потому что вас миллионы а я одна я не могу каждому объяснить вы знаете я берусь только за просто уже безнадежный случай а если у вас голова болит если у вас дом не продается берите делайте несколько раз делаете продадите вот почему адекватный человек это понимает молодушный человек сразу бежит на меня ли дерьмо потом извинялись и мне писали я не писали ну толку вот толку если ты уже эту подлость сделал где-то написал уже сказал уже прочитали ты извиняешься я знаю я читаю но другие которые прочитали твой комментарий по поводу меня и подумали обо мне плохо они же не знают что ты извинилась правда вот о чем речь хорошо послушаем дальше я продолжила изучать канал изучать те знания которые инга так щедро нам дарит и через непродолжительное время но мой упорный труд инга ответила да мы начали эту работу и начали эту работу не потому что не по щелчку пальцев эта работа началась с того что была достаточно большая подготовка и самый настоящий экзамен вот такого не делал до этого ни один человек с которым я работала ни один человек не готовил к тебя к тому через что ты будешь проходить не объяснял тебе доступно популярно что будет что будет происходить а по-другому никак потому что будет паника страх будет неуверенность мало ли что человек подумает что еще хуже стало а так и бывает изначально когда начинаешь чистить это как операция плохо становится да и надо чтобы человек был готов и знал как себя вести что чтобы особо ничего не планировал никуда особо не ездил понимая что будет плохое самочувствие конечно как вам сказать внедрение в вашу ваше энергетическое поле как по-другому никак это как операция может пройти без без никаких вообще ощущений нет то же самое здесь но есть момент когда люди не сразу чувствуют в конце начинают чувствовать даже такой момент существует но в любом случае перемены они чувствуют сначала в плохом смысле когда физическое и морально тяжело а потом уже естественно в своей жизни к чему ты должна быть готова не задавал тебе вопроса а действительно ли ты к этому готова и только тогда когда я ответила да пройдя достаточно сложный экзамен я она очень строгий экзаменатор да у нее есть мы с ней составили целые вопросы которые она задает чтобы понять вы поняли или нет вот если вы поняли если вы посмотрели видеоролик что чувствует человека в очистке вы уже готовы все пожалуйста тогда можно вас принять если бы я так вот легко и просто всех принимала у меня не было бы таких результатов понимаете был бы цыганский галдеж отовсюду крики но не более того мы начали эту работу мы начали эту работу она длилась довольно много месяцев я не могу сказать что это долгое это не долгое по сравнению с тем путем который я прошла но это не недели не две не надо быть в иллюзиях вот и все это время все это время я продолжала слушать делать работать что я делала я находила те работы которые вызывали во мне отклик внутренний отклик я понимала что я чувствую я чувствую эти силы я чувствую именно этот ритуал именно этот заговор и тогда начиналась начинался путь очень важно понимать что вы важно переписывать заговор на бумагу не читать ни в коем случае с телефона пока вы читаете с бумаги вы читаете достаточно механически потому что вы отвлекаетесь на сам факт чтения ну вот когда вы на пятый седьмой десятый раз уже начнете говорить без бумаги начнете говорить не технически а сердцем и душой вот тогда вы начнете продвигаться вы начнете продвигаться и ну помимо того что крайне важно испытывать внутренний отклик еще и ваше такое трудолюбие настойчивость оценят безусловно оценят силы я не могу рекомендовать каких-то конкретных ритуалов и сказать что делайте вот этот ритуал и он будет работать нет он для каждого будет свой исходя из того к каким силам вы ближе какая у вас ситуация сколько вы готовы вложить в это себя мой день начинается с моих ритуалов к фортуне к геря к богам и это я встаю на час раньше чем это необходимо ну в пять утра для того чтобы в шесть уже начать заниматься подготовкой к выходу из дома потому что иначе я просто не успею но жить в другом образовании я не могу на сегодняшний день я могу сказать что моя жизнь настолько изменилась что год назад я даже не могла предположить что я буду сейчас тем человеком которым я являюсь это не значит что я как кусок сыра закинулась в лоток с маслом и пребываю в гомеостазе нет это не так у меня достаточно много вызовов но теперь я знаю что я могу с этим делать какие силы меня защищают помогают и как я выйду победителем из всех этих вызовов и ситуаций я благодарю судьбу за то что те ситуации которые случились в моей жизни они привели меня к инге к яне к этим работам к этим знаниям к тому что я знаю сегодня это бесконечно глубокие знаете я улыбаюсь когда я читаю авы фортуны я улыбаюсь когда я читаю благодарение фортуне я улыбаюсь это то что окрыляет и то что дает тебе силы на весь твой день до вот для любых ситуаций уважаемая Ильяна то что вы делаете невозможно описать назвать это такие слова как уважение или спасибо или благодарю они ну их недостаточно я уверена что вы чувствуете то сколько благодарности сейчас в моем сердце я безгранично благодарю вас и вы заслуживаете очень очень большого счастья я желаю вам творческих творческой реализации новых взлетов и я уверена тут даже сложно говорить таланту будь талантлив он талантлив вы талантливы Яна вы талантливы это просто кладезь прикоснуться к которому великая часть и я благодарю судьбу за это будьте счастливы да прибудет с вами фортуна удача и всех благ благодарю вас спасибо большое и вам так же я надеюсь что когда-нибудь когда нас уже не будет на этой земле будут помнить что были два человека которые помогали людям самые самые тяжелые годы двадцать первого века пережить эти годы без потрясений без потерь дорогие друзья много не могу сегодня включать потому что очень много голосовых но поскольку у меня еще в планах есть вам подарить очень важные работы они нужны нам всем сейчас я поэтому этим ограничусь и постепенно буду включать естественно буду это все с вами обсуждать говорить показывать но я думаю что этих голосовых в том числе да уже достаточно чтобы понять что когда ты уважаешь мир духов то мир духов с уважением относится к тебе ты замечаешь их и благодаришь они отвечают тем же тебе всем удачи и всех благ